Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Три килограмма. Что прятал продавец фруктов под прилавком? Бесплатные туалеты на ЖД вокзалах. Запрет контактных зоопарков. Что еще изменится в 2020-м? Журналисты края вышли из праздничного стола и встали за теннисный. В Барнауле задержали торговца на сваем. Почти три килограмма правоохранителя изъяли у продавца фруктов. Вещество он хранил под прилавком. Рискованная торговля шла на крытом рынке. О продаже на сваем правоохранителям сообщил один из посетителей рынка. Под прилавком продавца обнаружили почти три килограмма расфасованного вещества. Поскольку на свайне является наркотиком, нарушителя привлекли только к административной ответственности. Его накажут за то, что он торговал табачными изделиями без разрешения. Штраф по этой статье варьируется от двух до ста тысяч рублей. Продолжим выпуск. Учителя Попереченской школы Каменского района, где трое девятиклассников издевались над сверстников, обо всем знали и не реагировали. Об этом заявили следователи в ходе предварительного расследования. Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что 14-летнего подростка под видом игры на территории школы избивали одноклассники. После последнего инцидента ребенок попал в больницу с отресением мозга и смещением шейных позвонков. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности администрации школы, которая знала о происходящем и ничего не предпринимала. Возраст выхода на пенсию в России поменялся. Да, это случилось. С 1 января 2020 года женщины на пенсию будут уходить в 56 лет, мужчины в 61 год. Уже к 2028 этот возраст составит 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Какие еще нововведения ждут россиян с 1 января? Расскажем далее. Еще о пенсионерах. На этот раз новость приятная. Их ждет небольшая прибавка к пенсии. После индексации ее размер составит 16 400 рублей. Это приблизительно на тысячу больше, чем в прошлом году. Новость для автомобилистов. Из автосалонов машины начнут выезжать уже с номерами. Если раньше после покупки авто давалось 10 дней, чтобы поставить его на учет в ГИБДД, то теперь регистрировать новые машины могут дилеры. Автосалоны, которые прошли необходимые процедуры, смогут сами передавать документы в автоинспекцию, а потом вручать номера владельцам вместе с ключами. На вторичном рынке ничего не поменяется. Теперь у многих появится шанс не потерять свое единственное жилье. С 1 января вступил в силу закон, согласно которому микрофинансовым организациям запрещено подписывать договоры с клиентами под залог жилья или доли в нем. Ужесточатся требования и к самим микрофинансовым организациям. Например, их руководителями не смогут быть люди с криминальным прошлым. С 1 января вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными. К примеру, теперь запрещены контактные зоопарки. Дома нельзя содержать диких животных, а собак потенциально опасных пород нельзя выгуливать без намордника и поводка. Ловить безнадзорных животных жесткими методами тоже запретили. Процесс отлова будут фиксировать на видео. Бумажные и трудовые книжки уходят в прошлое. Точнее, начинается переход на электронные. До конца 2020-го этот эксперимент будет добровольным, а уже в 2021-м для вновь принятых на работу заводить бумажные и трудовые не будут. В 2020-м обувь должны маркировать. Это делается, чтобы контролирующие организации могли фиксировать передвижение обувной продукции по цепочке от производителя к потребителю и, соответственно, выявлять продажу нелегальной обуви. Начиная с марта 2020-го года маркировка обуви станет обязательной. С 1 января туалеты на вокзалах стали бесплатными. Решение приняла дирекция железнодорожных вокзалов. Всего в ее ведении находятся 344 вокзала дальнего следования в крупных городах. Татьяна Голубева, день с толком. Ну вот такие нововведения. А между тем Барнаул претендует на звание лучшего города страны. Краевая столица участвует в масштабном проекте «Город России». Лучший город выбирают уже в девятый раз. Авторы проекта заявляют, что конкурс возрождает интерес к истории русских городов, формирует уважение к культуре и архитектуре. Кстати, пока Барнаул в пятерке лучших – 1946 голосов. Его обогнали только Курск, Нальчик, Севастополь и Смоленск. Отдать свой голос за Барнаул можно на официальном сайте конкурса городроссии.рф. Вот уже с завтрашнего дня комплекс «Сибирское подворье» перестанет принимать туристов, сообщила нам сегодня пресс-секретарь акционерного общества курорт Белокуриха Станислава Ваулина. Последние 3-4 года, по словам Станиславы, площадка подворья работала исключительно в минус. Были миллионные долги. Интерес туристов к этому месту тоже начал падать. Поэтому и было принято решение площадку закрыть и развивать другое направление, которое уже сейчас пользуется заметным спросом. Это Белокуриха-2. Туда поднимаются сотни машин в будние и в выходные. Туда возят автобусами экскурсии. Там интересно. Туда приезжают по нескольку раз, туда возвращаются. И, безусловно, мы считаем, что как раз там и быть. Новые точки протяжения событийного и любого другого туризма. При этом нам подчеркнули, все крупные краевые мероприятия, запланированные на площадке Сибирского подворья на 2020 год, состоятся. Само подворье преобразует подразделение «Алтайские луга». Там создадут, например, круглогодичную теплицу и грибную ферму. К новостям спорта, правда, любительского. В Барнауле прошел традиционный кубок по настольному теннису среди журналистов. Андрей Дреер поговорил с игроками и выяснил, зачем они в последний новогодний выходной собрались постучать по столам. После застольного спорта – настольный. В последний день новогодних выходных алтайские журналисты собрались биться за звание лучшего теннисиста. Такое совсем уж локальное событие не пропустил даже министр спорта. Я трепетно отношусь к спорту, а к настольному теннису я отношусь, наверное, требовательно. Более требовательно, потому что хотелось бы все же, чтобы былые результаты вернулись наконец-то в Алтайский край именно в этом виде спорта. В период 92-94 года мы попадали в пятерку команд, которые участвовали в Еврокубках. Журналисты тоже этот спорт любят. Например, сибирская медиагруппа предоставила нескольких мастеров ракетки. Правда, корреспонденты телеканала «Толк» им компанию не составили. Для того, чтобы по телеканалу «Толк» играл хоть кто-то, попросили меня. Но сейчас Алексей Янкин, пресс-секретарь Минспорта, поможет показать качество моей игры. С такими данными шансов нет. Особенно, если в противниках ветераны журналистики из «Алтайской правды». В их редакции уже в советские годы теннисные столы соседствовали с письменными. А к спортивному опыту шли тернистой тропой. Я однажды так заигрался, включил чайник, забыл его выключить. Вода выкипела, чайник загорелся, столик загорелся, чуть кабинет не сгорел. Я потом полгода с меня зарплату высчитывал, за полкабинета сгорелся. Кстати, журналисты «Алтайской правды» взяли все три медали в своей лиге. Побывали на Кубке и федеральные коллеги. Матч ТВ представлял наш земляк Михаил Миломед. В Останкино говорит, есть с кем тренироваться. У нас там серьезный чемпионат, три дивизиона, 30 человек играют постоянно как регулярный чемпионат. Что это вообще за спорт такой, который дает тебе сил в последний официальный диванный день приходить сюда? У меня он просто не последний. Даже те, у кого последний, говорят, идеальный спорт для выходных. Травмоопасность низкая, а эмоций много. И чем теннисный стол не праздничный. Андрей Дрир, Александр Антропов. День с толком. С первым вас официально рабочим днем. А у меня на этом все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.